Весть о том, что в субботу 19 апреля в 2 часа дня произошла подвижка льда в районе дач Черниги-2, мигом облетела котлошан. И люди толпами двинулись к реке. Как результат сотни фотографий в интернете. Этой весной, как все последние годы, ледоход пошел левым берегом Северной Двины, Шипицынским полоем. А в районе улицы Виноградова на мелководье образовался затор изо льда. Со слов председателя Комитета гражданской защиты Эдуарда Ярыгина, он вряд ли повлияет на уровень воды в реке. Ведь голова ледохода давно миновала Котлос и сейчас находится в Верхнетоймском районе. За двое суток уровень воды в Северной Двине поднялся примерно на 10 сантиметров и сейчас составляет 414 сантиметров, что полностью соответствует норме. Ледоход проходит на низких уровнях. Замеры на водомерных постах проводятся два раза в день. 19.04.2014 года из Архангельска в город Котлос прибыла оперативная группа взрывников в количестве 8 человек для сопровождения головы ледохода. На данный период никаких взрывных работ не проводилось. 19.04.2014 года с 10 часов в Затоне Леменда выполнялись ледокольные работы Буксиром Муром для выхода в случае необходимости по устранению возникающих заторов на реке Северного Двина в Вычигда. 21.10 час работы были завершены. Для мониторинга паводковой обстановки созданы оперативные группы, в которые вошли котловские спасатели, представители инспекции по маломерным судам, комитета гражданской защиты и гидрологи. Все минувшие выходные они несли вахту на берегах рек Северная Двина и Вычигда. Пресечен случай суицида на автомосту через реку Северного Двина. Мужчина 32 лет передан в службе 03. Несмотря на благоприятные прогнозы, сегодня все службы города в боевой готовности ждут вскрытия льда на Вычигде. Это должно произойти в субботу 26 апреля.